Иван Павленко «От рода к роду» глава 1, часть 3.1 «Детство мое босоногое» читает Наталья Абызова. Сейчас мне 67 лет. Кажется, что мое детство осталось где-то далеко позади. И вместе с тем было оно, как вчера. Прожил вроде и немного, но сколько пережито. И голод 1933 года, и война, и три года плена, и послевоенные трудности. А потом вторая половина возраста, надрывная и нелегкая, за место под солнцем. Я иногда в шутку говорю, все, что было в детстве, помню. А вот что ел вчера, не всегда могу вспомнить. Такова уж старость. Слабеет память, а была же, как молния. Приходит в упадок здоровья, усиливается беспокойство. Так ли прожил на земле, все ли передал детям. Свои первые детские шаги я часто перебираю в память. Стараюсь вспомнить самое давнее и дорогое. Вот как вспоминается наш семейный двор с огородами сад. Раскинулся он под горой от улицы и влез на 0,54 гектара земли. У дома на самой дороге пять или шесть высоких берестов. Крайний самый высокий из них стоит по сей день. Остальные пошли на дрова. За берестами отливала белыми стенами добротная хата, крытая железом. Привлекали зрение ее разрисованные ставни. Наличники, узорчатые наличники под крышей. На переднем плане перед перелазом красивое крыльцо с тремя ступеньками вверх и четырьмя колоннами, по две с каждой стороны. До половины окрашен в зеленый цвет, а выше в белый. По бокам на крыльце две скамейки для сидения, а за ними вместо спины перильца на зеленых стояках. От улицы двор отделен лисой, калиткой и воротами. Справа у дома стояла груша, а слева наклонилась над крышей яблони. Плоды на ней так велики, что как стукнет ночью яблоко о железо, то невольно проснешься. Было едут люди с базара на луку повозками и просят яблок. А они только и того, что большие, а по вкусу кислогорьковатые. Под лесом возле дома росли парички и цветы, а за домом сливы, шелковица, сирень, крышовник и жесмин. Выше новый бревенчатый амбар, поставленный на месте старого дома. За ним в садике входной погреб со стороны новая Рига и от улицы литой сарай, у которого небольшое заграждение для скота и свиней. Весь двор и сад поделены на две равные части. Одна наша, вторая баба и тетя улит. Но мы, дети, бегали всюду. В саду на нашей половине росла большая яблоня белого налива, а также некоторые другие сорта, кисловатые, но хорошие для квашени. Росли две груши, ровные и высокие, и такой толщины, что из них можно делать лодки. Грушек на них родило очень много. Отец их мешками возил на базар, а мать сушила на компот для семьи и на продажу. На бабином дворе росли две сладкие яблони. По тевкаре бая кисло-сладкое. Две пахучих груши, одна баргамота и одна саика. А также много вишен, слив, паричек и длинный ряд калин. У бабы из построек тоже был хлев, рига, хижина и сажина, все старенькое. Колодец отец выкопал вместе с соседом-пателемоном на общем участке. Вода в нем была очень хорошая и холодная. А что было в доме? Прежде всего, теснота. Пол в бывшем классе был деревянный, дубовый, редкий для того времени. Почти у всех людей был тогда просто глиняный пол, который по субботам смазывали вихтем и застилали летом аир. А зимой – соломой. Старый полтовец Иван поставил на нашей половине большие клубы с лежанкой. Спали мы на домашнем пилу, застилавшемся толстой и мягкой рогожиной маткой. А днем – редном. Подушки лежали на пилу в углу, застеленные сверху чем-то вышитым. На ночь их раскладывали на деревянный подголовник. Укрывались мы дерюгами, а когда было холодно, то и свиткой отца лекожута. В морозной зимы мы, дети, собирались на печь. Для поддержания тепла в доме утром и вечером сжигали охапку камыша. Если зимой рождался теленок, то и он две-три недели жил в доме. Мы следили, чтобы он мочился в ведро. Окон на нашей половине было пятеро. Двое на улицу, двое к Пантелеймону, Хлеву и Риге одно, в амбар и сад. В хате у стен стояли длинные скамьи. К ним в углу приставлялся стол, а к нему скамейка. Накрывался стол домотканной скательщи, обыденной или праздничной. В углу за столом висели образа. Большая икона Божией Матери с младенцем, а над ней две меньшие – Иисус Христос и Матерь Божья, с которыми мать и отец венчались в церкви. Были еще иконы и по бокам. Они обремлялись лучшими полотенцами. Возле них ложились на зиму высушенные цветы – чебрес, душица. Ниже на стенах висели рамки с фотографиями, тоже обитые полотенцем. У дверей были полки для продуктов, ложек, мисок, рюмок и стаканов. Основная посуда пряталась под печкой, а большие горшки и чугуны – под лапкой. Под пилом хранился отцовский сапожный инструмент, колодки, всякая шкура. Туда же мы сбрасывали свою обувь. У края на скамье возле пила стояла кадушка с тестом, чем-то прикрыто, а у дверей ведро с водой и кружка. Возле печи – рогачи, кочерга и деревянная лопата, на которой сажали поленицы в печь на черепе. Между пилом и скамьей стоял материн сундук, в котором хранились полотно, новая одежда, белье. Часть вещей выносили на чердак и в амбар. На пилу мы завтракали, обедали и ужинали. Стол был только для гостей, а для нас разве что на празднике. Над столом висела лампадка, которую мать иногда зажигала и молилась. Когда мы подросли, то за столом учили уроки, а иногда и ели. В потолке возле лежанки был крюк, туда подвешивалась колыбель, в которой побывал каждый из нас – детей. Хлев наш был разделен стеной на две половинки, теплые и перегороженные с яслями корытами. В первой половине стояла буланая кобыла, спокойная и кроткая. Когда она, спутанная, паслась на озере, то я, схватившись за гриву, карабкался на нее, чтобы посидеть верхом. Во второй половине была корова и свинья, помню корову рыжую, старую, а потом рябую молодую. Когда она приходила из выпаса, то вымя у нее было, как дежа. Входила она во двор и останавливалась у сухой яблони. Мать, не привязывая, садилась под нее и доила полное ведро молока. Было в этом что-то волшебное и святое. Доила мать быстро, двумя руками, словно играла на баяне. Тонкие струи молока сначала вызванивали, падая на дно дойницы, а затем пробивали белые накипи, образуя пузыри. Дойница постепенно наполнялась, и вокруг разносился животворный запах теплого молока. Его ждали мы, дети, а также и кот, который сидел рядом и мурлыкал, ожидая, когда же и ему плеснут черепок той вкусной и пахучей жидкости. У нас всегда была свиноматка. Поросяк продавали на базаре или дома односельчанам. Пока не было колхоза, мы кололи кабанов дважды в год на Рождество и Пасху. А в 30-е годы уже только раз в год, потому что нечем было выкормить на саду. В амбаре были закрома для зерна и муки. Там же хранилось и пшено, крупа гречневая, ячневая, горох и фасоль, а также сало в улье и рыжаевое масло. Здесь же было и материнное орудие, верстак, снежка, прядка, гребень, нища. Клудня на зиму наполнялась немолочным хлебом, сеном, соломой, мякиной. Под авином размещались сани, телега, плуг, царапины, богороны. Веялка и лошадиные доспехи хранились в Риге. Куры садились на ночь на вышках в хлеву. В сарайчике за авином было несколько овец. В погребе держали картофель, свеклу, морковь, а также большую бочку квашеных яблок и две меньших с огурцами и капустой. Наколотые и нарубленные дрова складывались высокими рядами под авином, а за ним стоял стоп труса рубленого хвороста, которым сначала разжигали печь, а потом уже бросали дрова на огонь. Топливо, дрова и камыши отец привозил из своего леса и луга, а позже из колхозного. Все это охраняла, бегая по передвижной цепи от Риги к камбару здоровенная собака-каштан. А что ели и как ели? На завтрак мать чаще всего варила уху. Понятия суп тогда не было. Или пшенный кулеш, или лапшу домашнего изделия, клетки гречневые или из белой муки. Иногда жарила картофель на сковороде, или варила неочищенный в мундирах или толченый пюре. К картофелю добавлялись соленые огурцы, капуста или сметана, ряженка или просто простокваша, кефир. Могли также быть пироги, теплые пончики, помазанные салом и чесноком, вареники, печеная тыква, блины, оладьи, молоко. На обед и ужин всегда варился большой горшок борща. Постного или скромного, зависимо от того, был пост или мясница. На второе – каша или гречневая лемешка. К молоку или тушеный в макитре картофель и капуста. Могли быть горов, лапша. На третье – кисель белый или кислый, компот. Если обед был недостаточно сытен, а работа у родителей тяжелый и день летний долгий, то мать давала полудновать пироги, вареники, шулики с маком, тепкой, нечто близкое к холодному борщу или современной окрошке, а также свежие огурцы, помидоры, арбузы, дыни и так далее. На ужин в основном становилось то, что оставалось от обеда. Если его не хватало, то мать что-то на скорую руку готовила или давала по кусочку сала. Ели мы на том пилу, где и спали, садились так мать и сестра Мария по краям, свесив ноги вниз, а мы, поменьше, садились под ковой вокруг большой миски, подвернув ноги под себя, а отец садился спереди на табуретке. Ели молча все из одной миски деревянными ложками. Были куплены и разрисованы, но для гостей. Миски были разрисованы, их покупали на рынке у гончаров. Ложку с борщом или ухой несли от миски в рот, держа под ней ломтик хлеба, чтобы не расплескать, напил или себе на штаны. Взял ломать хлеба, съешь, и крошки собери после себя в рот. Из миски тоже все обязательно доедалось. Мать спрашивала, подсыпать ли еще борща или каши? Если кто-то говорил еще, то досыпала с пол миски. Потом расходились. Мать крестилась и нас тому учила. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытил нас всем земным благом Твоим, но не оставь нас и без небесного Твоего Царствия. Аминь. Потом мать все убирала и мыла, а мы бежали во двор гулять или что-то делать. В течение дня мы еще таскали из корзины пироги, ели яблоки, груши, вишни, шелковицу. Вообще ели, как мне кажется, много. Но блюда были недостаточно сытными, калорийными. За столом ели только в большие праздники. На Рождество, Пасху, Троицу, Вея, Денье, храмовый праздник деревни. Тогда на столе были белые пироги, колбаса, мясо, холодец, жареная рыба, крашеные яйца. Если же в доме были гости, то мы сидели на печи или гуляли во дворе. Подытоживая, надо сказать, что ели и праздновали не одинаково, хозяйничая на своей земле и работая в колхозе. Приведенные выше примеры относятся еще до коллективизации, когда крестьяне еще жили как люди, свободно и визобильны. Из давнего дня иногда вспоминается наш двор весной или летом. На дворе солнечно и тепло, зеленеет молодая травка, в которой много желтых цветков, одуванчиков, поют птички, летают стрекозы и бабочки. Я бегаю за ними в одной распашон. Невероятно, три или четыре года. А вот горячая летняя пора. Солнце так припекает, что все живое прячется в тень. Собака лежит под амбаром, бегуляют сквозняки, куры кублятся за хатой, под кустами сирени и жасмина. Одни бабочки и крылатые стрекозы летают в воздухе. Мне хочется поймать хоть одно. Дети постарше говорили, что если стрекозу зарыть в землю, то через несколько дней в этой ямке будет золотое кольцо. Я уже не помню, кто заинтриговал нас, малышей, той жестокой легендой. Мы в нее наивно верили и ни одну стрекозу лишили жизни. Но никакого перстня не находили. Я бы хотел, чтобы мои внуки и правнуки не обижали ничего живого. Ни птички, ни букашки. Кроме разве что комаров, мух, тараканов и колорадских жуков, которые переносят болезни и наносят вред. Все хочет жить и для жизни создана всесильной и загадочной природой.